Пока мы живем в Татарстане, я считаю, что изучать татарский язык мы должны. Мы должны понимать соседа, мы должны понимать друга. То есть мы должны, посещая татарскую семью, знать обычаи и традиции. Когда я приехала сюда, когда мне было 6 лет, и мне было интересно знать этот язык. Я с первого класса проходил этот татарский. В той школе была очень хорошая учительница, добрая. По общению, по именаменту людей просто не понимаешь, кто говорит на татарском языке. Это очень сложно. Я как сама продукт смешанного брака, для меня вопрос татарского был такой ключевой. У меня мама чистая татарка, а папа чистый русский человек. И в нашей семье язык сохранился только благодаря старшим поколениям и бабушкам. Перегнули палку очень сильно, что все равно нельзя было до такой степени оставить выбор. Ситуация, когда кто-то из вне вообще решает тему республики, да, татарского языка, мне вообще она, конечно, удручает очень сильно. Кто-то где-то сказал, и у нас началась такая вообще проблема, которая коснулась вообще всех каждого на самом деле. Точно знаю, что в нашем классе было все спокойно. Спокойно было потому, что мы все были готовы к тому, что мы идем в татароговорящую школу. Мы были готовы к тому, что нагрузка по татарскому языку будет большой. И когда начались разговоры по поводу уменьшения количества часов татарского языка, мы все восприняли спокойно. Именно в нашем классе, я думаю, и в нашей школе вот этот вот конфликт происходил незаметно. Программа сложная. Скажу так, что сложная она не только для русскоговорящих, но и для татароговорящих детей. С первого класса нагрузка достаточно большая. Количество часов большое. Большое домашнее задание задавали. Не всем оно было понятно. Вы знаете, вот в 90-х годах всех все устраивало. Я не знаю, почему не сохранили эту систему. То есть все учили татарский. Русские учили, татары учили. Просто углубленно татары учили литературу, историю. Русские учили на основаниях адаптивного. Я считаю, что это была идеальная система. Хорошо я запоминаю ее лексику, а вот в разговорной у меня я не понимаю. Я думаю, что дети-то они намного проще и быстрее обучаются. Самое главное, чтобы программа была понятна. Вот наш татарский эстеблишмент, он очень, мне кажется, сильно заблуждается. Думая о том, что вот если сейчас татарский никому не нужен, он просто вымрет. Сначала вымрет язык, потом вымрет народ. Изменить школьную программу. Достаточно сложная и непонятная. Нет системы в преподавании татарского языка. То есть вот если сравнить преподавание татарского языка в садике и в школе, в саду преподают, конечно, намного интереснее. Дети понимают. Кинотеатры, фильмы образовательные для детей, те же технологии, чтобы не только детям, но и взрослым рассказывали о культуре Татарстана. Нужно как бы работать с тем, что если люди считают, что они знают татарский язык, и у них в семье этот татарский язык есть, и этого достаточно, то мы, наверное, придем к той ситуации, помните, вот у меня мама рассказывала, когда было не принято разговаривать, если, например, один педагог в учительской был русский, а все остальные были татары, то татары не имели права разговаривать на татарском языке.